Репрессии подвергаются не только в Москве. Сейчас я как раз предоставлю слово Юрию Бубенцову из Новокузнецка, где Роман Трулеев устроил свою отчину примерно чем-то схлотную с так называемыми национальными республиками. Такая ультрарепрессивная система, которая смотрит где и кто что-то сказал не то. И если, например, я приехал в эту область по приглашению Юрия Бубенцова, они тут же устроили слежку, они устроили прослушивание телефонов, они сопровождали нас везде, где бы только, как бы и куда бы мы ни ехали, даже если мы на ухо друг другу говорили о том, куда мы поедем. И потом уже расслед порция публикаций кримитических. Это работа Трулеева региона, который считается почему-то успешным. А там полный провал, богатейший регион, разоренный просто в дым. Просто в дым. И у власти самые настоящие бандиты. Угольная мафия, которая там скрывает эти пласты, переворачивает вверх ногами всю тайгу, убивает там все живое. Это ОМОН Тулеев, выходец из КПСС. Вот они предатели, которые нашу страну изничтожили, а потом получили себе должности. Водчины себе выделили. И живут там припевающие, возглавляя банкформирования под названием местной администрации. Слово Юрию Бубенцову. Тучи сгустились над Россией. Особенно ощутимо это в Сибири. Ну, Андрей Николаевич сказал, совершенно верно. То есть у нас нет общей страны. У нас вся страна разделена на Каганатики, Ханства. У нас там руководит бывший работник КПСС, член обкома КПСС, Аман Бумирович Тулеев. Личность известная, которая нарисовывает на любых выборах проценты 80-90%. Представляете, какой маразм. По сравнению с Кадыровым, там уже, как говорится, Кадыров завидует нам. Значит, мне приходится сталкиваться с репрессией непостоянно. Ну, вот я вам расскажу вкратце. Значит, несколько лет назад я выступил против незаконной гибрации, против строительской мечети в городе. И сразу попал в список экстремистов. Причем экстремистов довольно страшно. Значит, меня останавливают на дороге. Я еду куда, на какое-нибудь мероприятие, на собрание. Останавливают сотрудники полиции. Значит, вот предлогом того, что я перевожу за рычаг, то есть собираюсь перевозить, совершить террористический рак. Мы обращались к Калакольцеву, значит, Андрею Николаевичу Савельеву обращался к Калакольцеву. Ответ получили от МВД о том, что проверка проведена. Ну, был, значит, сигнал о том, что данный человек собирался совершить террористический рак. И так постоянно, и так, и за дня в день, значит, я ухожу из дома. В подходе два сотрудника полиции, в присутствии соседей. Заламывают руки, бросают один ССБ, один представитель ССБ, другой полиции. В присутствии соседей, многочисленных жителей. Они бросают машину, привозят в суд и буквально в течение 45 минут вносят решение о том, что я виноват, потому что размещал, значит, знак, славянский знак «Калаврат» в странице ВК «ВКонтакте». То есть, если объявили экстремистов, значит, нужно показать народу, какой он страшный, какой он террористский, значит, потенциальный, потенциальный, значит, очень опасный человек. Значит, в ООН обратились, провели серию, значит, мероприятий протестных по защите малочисленных народов России и Шорцев. Народ изгоняется своей земли. Ну, там не только Шорцев проживают, там русские проживают, там действительно травили всю землю. Значит, воздух отравили, людей выгоняют, выжигают деревни, обратились в ООН, ООН нас поддержала, приезжали эксперты туда и действительно установили признаки геноцида. То есть, ну, геноцид, представляете, это страшное преступление. То есть, в отношении народов происходит геноцид. Класс это тщательно скрывает. Значит, ну, после этого в отношении меня, в частности, и наших активистов усилились ирпризии. Троих наших активистов сразу уволились с работы. Значит, в отношении меня были несколько репрессивны. Значит, первое было применено. Мы жаловались в ООН о том, что, значит, с требованием и просьбой, значит, обратиться к правительству России о том, чтобы прекратить репрессии. Ну, вот как-то они начали немножко побаиваться. Значит, мы пошли другим путем. Стали давить на моих родственников. В частности, проверка полиции, Роспотребнадзора. Моя жена бизнесмен, предприниматель. Пришли на предприятие и сказали, что поступит сигнал о том, что, значит, на вашем предприятии хранятся химически отравляющие вещества. Ну, понимаете, то есть, зевчатка, химически отравляющие вещества. Вот. И, значит, в результате административных судов, ряда судов, значит, предприятия, маячные фактически закрыли.